Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «События» в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почти час прямого эфира и более 20 важнейших городских тем, касающихся развития города, сферы ЖКХ, транспорта, образования и благоустройства общественных территорий. Таков итог первого прямого эфира главы города в социальной сети ВКонтакте, во время которого Елена Лапушкина отвечала на вопросы жителей. Они оставили их на страницах ее аккаунтов. Трансляция прошла в рамках работы муниципального центра управления. Теперь онлайн-встречи в формате вопрос-ответ будут проводить регулярно. Подробнее в нашем сюжете. В прямом эфире на странице в социальной сети ВКонтакте глава Самары Елена Лапушкина дала ответы и разъяснения больше, чем на 20 вопросов горожан. Охват тем самый разнообразный. От объемных, волнующих жителей целых городских районов, о безопасности, экологии, развитии инфраструктуры, до узкоспециализированных, например, о строительстве профессионального парка экстремальных видов спорта. Кому-то удалось дать ответ в прямом эфире, а некоторых горожан дополнительно пригласят на личный прием для детального обсуждения. Глава Самары Елена Лапушкина отметила, что такой формат работы удобен, позволяет охватить достаточное количество вопросов, но он все равно не заменит живого общения. Поэтому такие эфиры станут регулярным дополнением к основной работе. Мне встречаться с людьми важно, важно видеть своими глазами ту территорию, о которой мне говорят. Мне очень важно видеть жителей, видеть их реакцию на то или иное. Поэтому, конечно, я как выезжал, так и буду выезжать в район. Как встречалась, так и буду встречаться. Онлайн – это возможность объять необъятное, возможность объединить вопросы в какую-то тему и, наверное, в одном ответе ответить на большое количество вопросов наших жителей. Есть однозначно прелесть и удобство в онлайн-режиме в работе. Прямой эфир прошел в рамках работы Муниципального центра управления городом. Это площадка, которая объединяет в себе несколько сервисов по обработке обращений граждан. Специалисты собирают вопросы из социальных сетей, через приемные администрации и ведомств, через раздел «Решаем вместе» на портале госуслуг и через телефоны горячей линии. Каждый вопрос отрабатывается профильными департаментами. Аналитики МЦУ обрабатывают их буквально в ежедневном режиме без выходных. Обобщенные аналитические отчеты ложатся на стол главе Самары. Оперативно она получает информацию о всех горящих проблемах, о каких-то острых темах, которые требуют немедленного вмешательства, реагирования, комментирования. Те вопросы, которые были заданы под специальным постом в соцсетях, а их было более 150, но в эфире не прозвучали, переданы профильным ведомствам и департаментам, специалисты которых свяжутся с жителями и проинформируют их о результатах. Андрей Горгуленко, Василий Калдашов, Константин Головин. События. В пятницу 16 сентября Самарская губернская дума одобрила законопроект, который поможет социально незащищенным людям, попавшим под переселение из-за строительства станции метро «Театральная». Напомним, такое поручение дал секретарь регоделения партии «Единая Россия» губернатор Дмитрий Азаров. Согласно действующему законодательству, при освобождении жилых помещений для государственных нужд, людям компенсируют стоимость тех квадратных метров, которые они имели в собственности. Те, кто занимает маленькие комнаты, получили бы такие выплаты, на которые невозможно приобрести жилье. Законопроект позволит таким жителям получить не только компенсацию по рыночной стоимости, но и дополнительную выплату, которой хватит на покупку нового жилья. В Самаре контроль за строительством станции метро «Театральная» ведется непрерывно, в том числе с выездом на участки. Кроме того, на постоянной основе в мэрии проводят совещания, в которых принимают участие представители как регионального заказчика, так и профильных служб администрации областного центра. Напомним, сейчас идут необходимые работы, сопряженные со строительством метро. Это касается выноса сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электрических кабельных линий и кабелей связи, газовой магистрали. Такие работы сосредоточены в районе скверов, находящихся на пересечении улиц Галактионовской и Вилоновской и Балактионовской и Красноармейской. Также сегодня обсуждали варианты перекрытия участка улицы Новосадовой от Первомайской до улицы Полевой в сторону центра. Временно ограничить движение необходимо для перекладки инженерных систем. В данной ситуации окончательное решение будет принято в скором времени. При этом мэрия повышенное внимание уделяет вопросу минимизации неудобств и частичному сохранению возможности движения по участку в районе Новосадовой и Полевой. Позиция города в данной ситуации, что одна полоса со стороны от Первомайской по Новосадовой должна остаться и одностороннее быть движение. Это по въезду в город. В этом вопросе мы будем настаивать, потому что она не нужна метрострою для этой цели. А движение общественного транспорта будет идти. Поэтому вот эта позиция будет неукоснительна, потому что это для удобства делается граждан. В первую очередь, а не для удобства, как техника будет там снег убирать и тому подобное. Для этого есть процесс технологический. Также обсуждался вопрос переподключения контактной сети ТТУ трамваев на перекрестке улиц Красноармейской и Галактионовской. Отметим, что все работы, связанные со строительством станции метро «Театральная», ведутся совместно с региональным заказчиком и профильными службами областного центра. Проинформировать, предотвратить и решить возникающие проблемы. Для сотрудников администрации промышленного района Самары и муниципального центра управления провели обучающий семинар. Участникам встречи рассказали о тонкостях работы и о способах эффективного использования платформы обратной связи на портале Госуслуг. Подробности в репортаже Анатолия Головко. Разобрать ошибки и дать исчерпывающую информацию. Для сотрудников администрации промышленного района Самары провели обучающий семинар по работе в системах муниципального центра управления. Семинар прошел с участием заместителя главы Самары, руководителя МЦУ Елены Москвичевой. Всем собравшимся рассказали о тонкостях функционирования и взаимодействия с платформой обратной связи Госуслуги «Решаем вместе». Муниципальный центр управления является неотъемлемой частью механизма, который позволяет оперативно решать вопросы, возникающие у жителей городских районов. Для этого МЦУ использует самые современные сервисы – систему инцидент-менеджмент и платформу обратной связи. Благодаря такому подходу специалисты имеют возможность не только фиксировать и обрабатывать обращения граждан, но и анализировать комментарии, выявляя наиболее острые проблемы. В системах работают все районные администрации и профильные департаменты, которые, в свою очередь, тесно взаимодействуют с ресурсоснабжающими, подрядными и обслуживающими организациями. Это позволяет оперативно реагировать на запросы самарцев и решать задачи в максимально короткие сроки. Обучающие семинары, которые проводят для специалистов, позволяют сотрудникам максимально качественно и оперативно взаимодействовать с новыми сервисами. Ранее подобный семинар мы проводили для сотрудников муниципальных предприятий городского округа Самара, которые также работают на платформе обратной связи. И уже видны первые результаты, то есть уровень удовлетворенности граждан ответами в целом повысился. Семинар дает свои положительные результаты, как бы уже принес положительные результаты, но пополнилось наше знание, разбирались конкретные ошибки, которые мы допустили. Я думаю, что такие семинары нужно проводить, и они эффективные. В ближайшем будущем в Самаре планируют провести еще несколько обучающих семинаров для сотрудников городских районов и муниципальных предприятий. Анатолий Головков, Василий Колдашов. События. Сегодня в Самаре простились с Василием Мазурой, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Военнослужащий героически погиб в начале сентября. Подробнее в нашем сюжете. Василий Мазурой навсегда останется в памяти своих близких и сослуживцев настоящим патриотом и защитником Родины. Ефрейтор, командир машин взвода радиационной, химической и биологической защиты, мужественно погиб в начале сентября, отдав свой долг Отечеству. К сожалению, гибнут ребята, гибнут лучшие, потому что не привыкли прятаться за спины своих товарищей, а честно выполняли свой долг. Сослуживцы вспоминают, Василий всегда отличался отзывчивостью и трудолюбием. Он не боялся трудностей, проблемы решал осмысленно и последовательно. Классный руководитель Василия Мазуры, Галина Утянкина, пришла проводить в последний путь своего ученика. Галина Николаевна отмечает, что значительное влияние на характер Василия оказал его отец, Андрей Васильевич Мазура. Он воспитывал своих детей настоящими мужчинами, учил работать руками и быть сопричастными к окружающему миру. Услышав, что Вася погиб, для меня, конечно, это был удар в том плане, что такие люди должны жить. Он никогда не приносил зла окружающим. Поэтому то, что он служил и защищал наше отечество, для меня это неудивительно. Василию Мазуре было 25 лет. У него остались сын, родители и брат. Военнослужащего похоронили на кладбище Рубежное. Самарчанка Юлия Копылова помогает одним людям избавиться от ненужных вещей, а другим – одеться и обуться. Елена Чернявска узнала у социального предпринимателя, почему проект «Благодарю» оказался важным для множества людей – от детей до пенсионеров. Проект «Благодарю» Юлия Копылова придумала 7 лет назад. Долгое время она помогала нуждающимся и поняла, что чаще всего людям нужны вещи. Так появились два гуманитарных центра в Самаре и в Тольятти, где малоимущие, погорельцы, выпускники детских домов, нуждающиеся пенсионеры и многодетные семьи бесплатно получают одежду. Приезжают за вещами к Юлии и жители отдаленных поселков и сел региона. Например, Любовь Цыганкова прибыла из Исоклов. Рассказывает, помощь центра – большое подспорье для исоклинцев. К первому сентябрю, допустим, акцию привели, раздавали концтовары, игрушки раздавали, которые получили здесь вот в этом фонде. Одежду, обувь, верхнюю одежду. Особенно спросом всегда пользуются детская одежда. Юлия рассказывает, жители Самары активно приносят одежду, но в центр принимают вещи только в хорошем состоянии, выстиранные и выглаженные. Тем не менее, более половины из них нуждаются в ремонте, который выполняют мастерицы проекта. Вот эта курточка, очень хорошего качества, в хорошем состоянии, но здесь сломан замочек. Вот покупаем собачки. И курточка идет у нас в магазин. То есть вторая жизнь у нас продолжается. Часть вещей Юлия продает. Вырученные средства идут на благотворительность. Меня цены и вещи устраивают. Бывает, что фирменные вещи по цене хорошие берешь. Вот вот полочку выбрала. Очень даже мне нравится. Многолетняя и самоотверженная работа Юлии Копыловой незамеченной не осталась. В рамках празднования Дня города она получила награду за вклад в развитие социального предпринимательства из рук главы города Елены Лапушкиной. Признается, это очень ценно. Это знак того, что твой труд видят, что администрации смотрят за деятельностью общественников и благотворно относятся к твоей деятельности. Постоянное возвращение людей и благодарность говорят о том, что мы помогаем. Люди закрывают долги, выплачивают свои ЖКХ долги, кредит выплачивают, потому что они экономят на вещах. Мне кажется, это очень здорово. В планах Юлии Копыловой еще много социальных проектов, которые объединяет одно – работа для людей. Юлия признается, ежедневно приходится примерять на себя разные роли, представлять свою организацию в общественных советах, пригородской и губернской думах, работать водителем, грузчиком, а под Новый год превращаться в нежную снегурочку, раздающую подарки детям. Елена Чернявская, Григорий Плешаков, События. Балансируя на грани реальности и фантазии, они изображали привычные всем вещи в реальном пространстве. Метафизический натюрморт – один из самых необычных жанров в искусстве. Самарский художественный музей при поддержке Министерства культуры Самарской области подготовил для жителей и гостей города одну из самых интригующих выставок. Подробности в нашем сюжете. Размытые словно мираж букеты, написанные Алексеем Соколовым, не могут не привлечь внимания. На первый взгляд может показаться, что художник всего лишь пытался закрасить неудачный натюрморт. Но на самом деле Алексей Соколов намеренно применял необычную технику смывания в своих работах. Сначала автор изображал контрастными цветами объект, а затем тонировал и промывал водой. Такую процедуру он проводил несколько раз. Как результат, на полотне только легкое очертание изображенного предмета. Детали же создают воображение. Философское восприятие предметного мира просматривается и в работах других художников, представленных на выставке «Метафизика натюрморта». Жанр натюрморт на самом деле популярный. Другое дело, что метафизический натюрморт, здесь все три художника представлены, все три работают с предметным миром. Здесь цветы, какие-то предметы такие брутальные, какие-то металлические, здесь какие-то фигурки стоящие на столе. Но все три художника абсолютно нашли свой язык. Словно в противовес дематериализованным композициям Алексея Соколова, на полотнах Андрея Гросицкого тяжеловесные, громоздкие предметы домашнего обихода. Здесь нет места неточности. Центральные объекты на картинах словно не вмещаются в рамки композиции, нередко выходя за границы полотна. Практически на каждой картине можно заметить текстуру изображенного предмета. Для этого художник намеренно добавлял в краски манную крупу. Андрей Гросицкий – современный российский художник, чье творчество связано с нонконформизмом. Еще один автор, чьи работы представлены на выставке, – это Илья Табенкин. Этот художник стал создателем нового вида натюрморта. Табенкин лепил фигурки людей, животных из глины, гипса и других материалов. Затем помещал их в заранее подготовленное пространство и изображал на полотне. Это выставка о тех художниках, которые, может быть, при жизни не были так заметны. Но на самом деле они оставили огромный вклад вообще в историю современного искусства. Это, по сути дела, музейные художники. Экспозиция включает в себя более 30 работ, созданных талантливыми авторами в период с 1970-х по 2000-е. Картины были предоставлены музею из частных коллекций Вячеслава Тишина, Михаила Дубина, Василия Воронского. Александра Гусева, Николай Епифанов. События. Симбиоз живописи и скульптуры – явление нередкое. Но что будет, если добавить к ним театральное искусство и врачебное дело? В театре «Самарская площадь» открылась необычная выставка под названием «Рождение Ириды». Подробности расскажет наш корреспондент. Они такие разные, но олицетворяют одно – рождение новой жизни. Театральная коллекция женских образов скульптора Владимира Амадео представлена на фоне живописных полотен Аллы Шахматовой, символизирующих богиню, радугу и риду. Каждый скульптур словно погружен в собственный гармоничный мир. Здесь же, на фоне полотна, где изображены практически все оттенки оранжевого, представлены беременные. Эту скульптуру Владимир Амадео посвятил популярному спектаклю «Роддом», который в этот вечер был сыгран в 650-й раз. Проект, объединяющий в себе скульптуру живописи театр «Рождение Ириды», приурочен к 35-летнему юбилею театра «Самарская площадь». Дело в том, что наш проект вылился в еще один социальный проект, то есть он тоже живет своей жизнью. Сначала Владимир объявил, что он сделал скульптуру для нас, посвященную нашему театру и спектаклю «Роддом». Потом позже он позвонил и сказал, что он отлил вторую такую же скульптуру и хочет установить ее в одном из роддомов «Самары». Второй экземпляр скульптуры уже установили в больнице имени Пирогова в родильном отделении. Спектакль «Роддом» – один из самых популярных в репертуаре театра «Самарская площадь». Он успешно идет уже на протяжении 16 лет. История, повествующая о пяти разных женщинах, попавших в одно и то же время в один и тот же роддом, производит неизгладимое впечатление на зрителей, а особенно на женщин. Вообще это очень интересно, когда внутри культуры рождаются идеи социальные. Когда мы как-то придумали эту историю, что в театре идет постановка «Роддом», и как директор, как Наталья, мне рассказывала о том, что как люди подходили, женщины, говорили, что хотела аборт сделать. Ну, оставим. Ну, мне кажется, для этого, собственно говоря, и существует культура. Ну, для чего еще? Семь полотен, семь цветов радуги. Радуга во многих культурах – это не просто олицетворение всех красок жизни, но и символ бесконечного божественного милосердия, благая весть. Застывшие женские образы на фоне картин как символ продолжения жизни. Земной женщины, рождающей человека, в котором непременно есть божественная искра. Мы бы встречались с Володей Амадео. Это очень интересный человек. Он прекрасный скульптор, и он очень глубок. У него такая, знаете, театральная скульптура. Во многих театрах его работы представлены, его вещи есть в коллекциях многих музеев. И я ему рассказала просто о своей когда-то идее. Ему так это понравилось. И родился совсем новый проект. Его фигуры, его женщины живут в моем цвете. Основная идея проекта – рождение новой жизни. Оно красной нитью связывает разножанровые виды искусства, показывая, что оно вдохновляется жизнью, а жизнь – искусством. Александр Гусева, Николай Сидоров. События. Объединяя усилия в физкультурно-оздоровительном комплексе «Нефтяник» прошел спортивный фестиваль по смешанным единоборствам. Его приурочили ко Всемирному дню солидарности и борьбы с терроризмом. На татаме встретились городские команды школьников, которые только начинают свою спортивную карьеру в сумо, самбо, дзюдо и греко-римской борьбе. Какими качествами нужно обладать для того, чтобы побеждать, узнала Ольга Павлова. Самбист Данил Жданов, несмотря на свой юный возраст, уже чемпион Европы. Это было в прошлом году в республике Кипр, город Тель-Масал. У меня было там четыре встречи с представителями Франции, Греции, Молдовы. И финаль вот я боролся с представителями Грузии. Финал был самый напряженный. Ну, в Пантау это же самый сложный. Но я справился и выиграл этот цитут. Но самую главную награду, о которой больше всего мечтает Данил, золотую медаль чемпионата мира пока еще не взял. Поэтому впереди у спортсмена длительные тренировки и для начала участие в чемпионате России по самбо. Пока же есть немного времени для того, чтобы передать свой опыт подрастающему поколению, начинающим спортсменам. Сегодня Данилу доверили судейство в спортивном фестивале по смешанным единоборствам. На татаме встретились городские команды школьников, которые только начинают свою спортивную карьеру в сумо, самбо, дзюдо и греко-римской борьбе. Всего более 60 человек. Соревнования приурочили ко Всемирному дню солидарности борьбы с терроризмом. Конечно же мы за спокойствие, за мирное небо над головой. И благодаря вот таким мероприятиям мы как раз прививаем нашим детям любовь к родине и чувство патриотизма. Спортивный фестиваль «Россия против террора» проводит физкультурно-оздоровительный комплекс «Нефтяник» уже в шестой раз. Таким образом представители всех видов спорта выражают единение в борьбе с терроризмом и чтят память погибших при террористических актах. В соревнованиях приняли участие воспитанники детско-юношеских спортивных школ, а также ученики общеобразовательного учреждения «34». Победителям вручили медали и дипломы. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Три пятерки по физкультуре, путешествие в Самару из Санкт-Петербурга и успешно закрытая сессия. Эта рабочая неделя выдалась непривычно теплой и богатой на события. Чем она особенно запомнилась самарцам и что говорят о столице региона, гости нашего города узнали наши корреспонденты. Я был в отпуске. Здорово. Где были? В Адлере. День рождения у сына. Как отмечали? В кафе с аниматорами. Весело. Мы вообще из Санкт-Петербурга. Мы эту красоту у вас уже начали с утра вкушать вместе с завтраком. Ну, пока получаем просто неслыханное удовольствие от города. Пятерка по физике. У нас происходило в колледже веревочный курс. Мы сплощались командами и играли. А я три пятерки по физкультуре получила. У нас путешествие из Нижнего Новгорода вот в Самару. Вот запомнилась этим неделя. Мы из Новороссийска. Как вам Самара? Красиво. Да, нам понравилось. Мы пошли до шкаленок. На подготовку, да? На подготовку в школе, да. Ну, как проходит подготовка? Ну, нормально. Нам нравится. Я здесь в отпуске. У меня вся неделя приятная. А вы откуда? Из Москвы. Как вам наш город? Я очень люблю Самару. Замечательный город. И люди замечательные. Все хорошо. Погода поправляется, нормально становится. Это приятно. Хорошее настроение, отличное. Прогулки. Ходила в парк, кормила белок. Самое главное, чтобы настроение было в душе. Солнышко светило в душе. Правильно? И будем дарить настроение всем окружающим. Самара ГИС запустил новый проект «Скажи свое мнение». Ежедневно мы проводим в своем телеграм-канале опросы на самые актуальные темы. И сегодня выясняем, пьют ли самарцы витамины для поддержания иммунитета. 33% опрошенных ответили, что не задумываются над этим вопросом. 26% покупают комплексные витамины. 33% пьют определенные микроэлементы. 8% едят продукты, богатые витаминами. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В телеграм-канале Вести с Дворянской сообщают, что в Кировском районе в выходные 17 и 18 сентября будет работать муниципальная ярмарка в формате торговли с автомашин. С 8 утра до 8 вечера самарцам будет доступен широкий ассортимент товаров высокого качества по низким ценам, включая сельскохозяйственную продукцию. Ярмарка будет работать по адресу улицы Дальняя, территория Агропарка Самара. Также товары местных сельхозпроизводителей можно приобрести в Железнодорожном районе на пересечении улиц Киевска и Тухачевского со вторника по воскресенье с 9 до 19 часов в поселке Мехзавод Красноглинского района у ДК «Октябрь» в выходные с 8 утра до 8 вечера. Администрация Самарского района в телеграм-канале рассказывает, что в ресурсном центре «Мой дом» по адресу Некрасовская, 62, офис 301 будет работать выездной пункт МФЦ по предоставлению услуг по регистрации, подтверждению, восстановлению учетной записи в системе ЕСИА, доступ в личный кабинет на портале госуслуг, и приглашает жителей с паспортом и снился воспользоваться услугой. Ресурсный центр «Мой дом» будет работать с 19 по 26 сентября, с 4 до 6 вечера. Администрация Железнодорожного района сообщает, что сегодня прошла очередная тренировка по футболу на спортивной площадке по адресу Красноармейская, 125. Все желающие могут поддержать физическую форму и здоровье, а помогут им в этом специалисты по физической культуре и спорту. С графиком тренировок на сентябрь можно ознакомиться в телеграм-канале администрации Железнодорожного района. Занятия бесплатные. На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. А выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!